День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь. Это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Ещё раз всем добрый день. Олег Пеков в студии. И с нами в студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Продолжаем уже тему, которую действительно затронули на прошлой неделе эмоции военного времени. Сейчас действительно очень многие говорят о том, что общество расколото. И действительно мы видим о том, что люди используют очень часто язык ненависти. И в принципе вот такие нарастают просто непримиримые человеческие какие-то противоречия, которые раскалывают семьи, не рушат дружбу, которая держалась годами. И, конечно, вот я всё вспоминаю. Действительно, я тоже вот многим советую даже не поднимать какие-то очень такого рода деликатные темы, может быть, в общении с близкими людьми, чтобы не обострять ситуацию. Как найти общий язык? Вот, в самом деле, как людям договориться между собой, чтобы не происходили какие-то непоправимые вещи? Да. Все помните, Олег, мы когда с вами закончили прошлую передачу, как раз обсудили, что стоит о чём-то другом поговорить. Даже всё время о войне. Не получается. Не получается. Настолько всё пронизано этой темой. То есть невозможно встретиться со знакомым, чтобы не заговорили. Невозможно выйти из пространства эмоционального, информационного. Но информационного можно, хотя бы меньше читать новостей. А эмоционально никуда не денешься. Это всё равно висит в воздухе. И мы выявили в прошлой передаче, что, во-первых, когда идёт конфликт между близкими людьми, друзьями, членами одной семьи, им обязательно надо что-то делать. Потому что войны пройдут, мы-то останемся. Будем снова смотреть друг в глаза и пытаться найти заново общий язык, и загладить обиды. А это не так легко. И так далее, и так далее. И это не только о членах семьи, на самом деле. Вот если мы посмотрим, что происходит вокруг, люди ссорятся, мало знакомые. В рабочих коллективах. Даже люди вроде бы на одной стороне находящиеся. Я, мне кажется, очень иллюстративно. Я на Фейсбуке в друзьях с одной хорошей украинской писательницей, которая, кстати, всё же сколько числа писала на русском языке. Как многие украинские писатели, в мирное время она с иронией относилась к попыткам украинского правительства заменить русский язык украинским. Но теперь вся страна сплочена. И она тоже пережила эти бомбёжки и подобные вещи. И она такую интересную вещь написала. У меня просьба к многочисленным сострадающим людям из России не писать мне, как они за меня переживают, как им стыдно, как им грустно. Пожалуйста, у вас свои проблемы, у нас свои. Не надо меня этим беспокоить. И немерно, естественно, в комментариях появились люди. Они начинают писать, ну как же так, нам же ужасно стыдно, но мы же волнуемся за вас, это же ужасно, что с вами происходит. И она, и это писательцы, и ещё какие-то языки отвечают, вас это беспокоит, пойдёте к психологу. Вам тревожно, поговорите с ним об этом. Не надо с нами об этом говорить, у нас хватает своих проблем. Им пишут, ну поймите нас, а что же мы можем сделать? Мы не можем выйти на митинг, его за три минуты разгонят. Вот, там, если мы выйдем с плакатом, что мы против войны, нас могут арестовать, и так далее, и так далее. И нам очень стыдно и тяжело. Пишут, опять, ещё раз, вам стыдно и тяжело, с этим обратитесь к своему психологу. А мы не психологи, и не надо нам об этом рассказывать. Мне кажется, это очень хороший пример, на самом деле. Вот, о чём здесь речь? Немножко отвлекусь. Как обычно выглядит психотерапия? К тебе приходит человек, и, естественно, ты сначала вслушиваешься в него, в его чувства, в его состояния, в его мысли. Ты смотришь, как он себя ведёт, как говорит, как жестикулирует. Он тебе пришёл с какой-то бедой, с болью, и ты очень у него вслушиваешься. Потом ты вслушиваешься в то, как это всё откликается в тебе. Ты вслушиваешься в собственные реакции, в собственные эмоции, в собственные ассоциации, почему у тебя этот человек ассоциируется с тем или иным воспоминаниями с твоей жизнью, или с другим человеком. Этот анализ и этого человека, и собственных воспоминаний, эмоций даёт возможность работать. Это более профессиональный подход. Но в нашей повседневной жизни, по идее, это следует делать как-то по схожим образом. По идее, стоит вслушиваться в первую очередь человека, с которым ты разговариваешь, слышать его, а потом слышать, как в тебе откликается то, что он говорит, и как дальше склад ваш диалог, возможно он, невозможен. И, исходя из этого, строится ваше дальнейшее общение. Или не строится, или оно прекращается. Или оно перерастает в какой-то серьёзный конфликт. Там жизнь покажет. Вот пример этой украинской писательницы и переписки её с сочувствующими из России очень характерен. Ну, в самом деле, когда вы пишете, как вам тревожно и как вы переживаете людям, которые прятались от бомбёжек, от обстрелов, которые видели разрушения, у которых, ну, нам с вами, Олег, так счастью, трудно представить. Можно чисто умозрительно вспоминать фильмы о войне, книги. Но мы, к счастью, не знаем, что такое прятаться в подвалах и слышать звуки взрывов. Надеюсь, не узнаем. Хочется верить. Но когда человек живёт с такими проблемами, это в буквальном смысле слова проблемы жизни и смерти. твоих, твоих близких. Это разрушающийся вокруг город, в котором ты живёшь. И улицы, здания – это твои воспоминания. Думаю, рушится твоя жизнь. И, наверное, когда такому человеку пишешь, как ты переживаешь... Пивая чай с малиновым вареньем, да. Да, ну, ты должен понимать, что ты делаешь. Мне кажется, в этом есть что-то такое нарциссичное, когда ты пытаешься на тихо взвалить, как ты переживаешь, как тебе стыдно. Ему не до тебя. У него проблемы другого уровня. Утром мажу ватерброд, сразу мысли, как народ. Да. И я даже допускаю, что люди, которые переживают, вполне искренне переживают. И искренне тревожатся. Но в итоге груз своих переживаний и тревог передать тому, кто находится в этой военной обстановке, ну, это точно не сочувствие, не поддель. Даже если я не чувствую, что они таким образом поддерживают, ну, получается, что на самом деле нет. Опять, возможно, кто-то скажет спасибо, что вы обо мне думаете. А кто-то отзовется вот так, как отозвалась эта писательница и ее единомышленники. И мне кажется, это сейчас распространенная ситуация. Все-всех перестали слушать. Перестали слушать, все начали высказываться. Высказываться в разных формах. И вот это столкновение высказываний. Знаете, есть такие интересные собеседники. Вот есть люди, которые тебя умеют слушать. А есть люди, когда ты что-то говоришь, у вас вроде беседа, дискуссия о чем-то. Ты говоришь и видишь по человеку, что он на самом деле не слышит. Он уже, продумавшись, что он тебе сейчас скажет, и ищет момента, куда вставить свой монолог, откуда его начать. То есть, ты понимаешь, что разговор-то бессмысленен. Это два совершенно не пересекающихся потолка. Или это как сталкивающиеся корабли. Только катастрофа. И вот мне кажется, пока это происходит такое в общественном сознании, мы живем на войне, даже если мы не находимся в Украине. К сожалению. Мы, в общем, даже при всей льющейся крови и разрушениях, даже Украина с Россией пытаются как-то договориться. При том, что между ними происходит, и в всех этих ужасных вещах, люди с себя застал переговоров и пытаются хоть к чему-то прийти. Вот насколько я отслеживаю диалоги в окружающем нас мире, очень мало кто ищет компромисса, очень мало кто ищет взаимного понимания. Идет война. Эта история, к сожалению, затронула даже сообщество психотерапевтов, психоаналитиков. Я, по-моему, уже говорил. У меня есть знакомая, которая ходит к психотерапевту. Ее психотерапевт последние две встречи за ее деньги. Ей рассказывала все время, это был монолог психотерапевта, о ее точке зрения и на войну, о ее переживаниях по поводу войны и так далее. Ну, казалось бы, ты человек помогающей специальности. К тебе приходит другой человек за тем, чтобы быть услышанным, а не то, чтобы слышать тебя и твои переживания. Видите, даже здесь, наверное, люди травмированы этой ситуацией настолько, что забывают о цели этой встречи. Те же конфликты происходят в столкновении публичных фигур, ассоциаций психотерапевтов и так далее. Кто-то из украинских психотерапевтов, открытое письмо российским психотерапевтам. То вы там с вашим сочувствием, переживанием, и пусть кончится мир, пусть кончится война, начнется мир, скорее, это все мало. Вы должны честно сказать, мы живем в фашистском государстве, наш лидер фашист, наша страна ведет фашистскую захватческую операцию, и мы бесконечно виноваты. То есть в обществе опять исчезает то самое терапевтическое слышание и терапевтический подход. Ну, с чем бы это сравнить? Врач на войне, если он не доктор Менгеле, он тоже врач. Он, в общем-то, лечит своих, он лечит пленных, он лечит мирное население, он все равно врач. Это его основная задача. И лечит даже, может быть, попавших в плен. Да. Может, потом расстреляют, но он их лечит. Такая у него задача. И вот мне кажется, психотерапевт, психоаналитик, но он тоже в первую очередь психотерапевт. Вот когда это выходит на поле боя между психотерапевтами, обвинениями, кто прав, кто виноват, точно так же я прочел текст дамы-психотерапевта из России, которая тоже обругала все российское психоаналитическое сообщество, за компромиссы, за невысказывание четкого осуждения, и предсказала ему гибель и разрушение. Именно за отсутствие четкой политической позиции. То есть все от всех требуют четкого высказывания. Опять то же самое с кем вы мастера культуры, кто не с нами, тот против нас. Похоже, добро должно быть с кулаками. И еще много разных таких цитат из этой серии. У меня есть моя близкая подруга, близкий мне по духу человек, психотерапевт, живущая в Париже, которая очень мало на эту тему высказывает в соцсетях. Она участвует в помощи и беженцам, и животам. Она по ночам сидит онлайн, связывается с украинскими госпиталями и разговаривает с людьми оттуда. То есть человек помнит, что он психотерапевт. Человек помнит, что он профессионал по оказанию помощи другим людям. Что он не народный трибун, потому что он не прокурор, что он не тот, кто... Мы можем чего-то требовать или ожидать от наших близких. Вы знаете, общий язык или кто-то вдруг с настолько с нами разных взглядов, что мы, увы, перестаем общаться навсегда или на какое-то время. Но все-таки в первую очередь терапия – это помогающая специальность. Когда даже сюда добирается этот раскол пламенной речи и требования, от всех чего бы то ни было, это уже не терапевтический подход. И если это происходит в среде людей, чьим профессиональным качеством является эмпатия, способность слышать чужие эмоции, переживать им, чего же делать, чего же мы хотим от обычных людей, которые этому профессионально не обучены, которые этим специально не занимались и так далее. Да, действительно, это большая проблема. Но вот сейчас мы, наверное, сделаем короткую паузу, после чего продолжим программу. Субтитры создавал DimaTorzok Мы продолжаем программу «Диагноз недели». Я напомню, что в нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Рейли Резник Мартов. Сегодня мы говорим о поисках общего языка, о том, что может нас каким-то образом примирить, объединить. К сожалению, людей объединяет и общий, как ты говорила, военный угар тоже. Это очень много было в воспоминаниях книгах, историков, как перед Первой мировой войной были патриотические митинги с поддержкой правительств, с военной риторикой о победе и так далее. Еще более интересно, еще до начала войны был конгресс всемирных социалистов, социал-демократов и так далее, которые говорили о деле мира, о том, что надо любой ценой бороться за мир и так далее. Как только началась война, в первую очередь социалисты Германии сказали, что наш патриотический долг быть с нашей страной, и они вполне поддержали и военную риторику в парламенте, и дальнейшие военные действия, и в общем то же самое произошло с социалистами других стран. То есть в общем то, вот эта вовлекающая военная война, военная атмосфера, она очень заразна. Да, и даже те, кто говорили о том, что рабочие в разных стран не будут убивать друг друга, потому что у них общий враг-капиталист, они в принципе оказались затем по разные стороны все равно фронта. По разные стороны фронта. И есть вот этот грустный и в то же время замечательный эпизод, когда по-моему на российско-немецком фронте в Первую мировую был какое-то рождественское перемирие, солдаты вышли из окопов, встретились, обнимались, угощали друг друга водкой, консервами и так далее. А потом прошел день, два, начальство снова дало приказ о наступлении, те же солдаты снова принялись убивать друг друга. Это очень много опять о человеке, о войне и о том, как простой приказ или чувство этого загадочного долга отправляет людей снова убивать тех, кем они только что мирно сидели и разговаривают. Что мы можем сделать? Мне кажется, нам для начала, поскольку мы не все психотерапевты, мы все приходится отделять своих от чужих. Это очень тонкое занятие, потому что, конечно, очень заманчиво сказать себе, что всякий, кто мыслит не так, как ты, чужой, и от него надо отгородиться. Был, сразу я вспоминаю, даже фильм «Враг мой» немецкого режиссера тогда Вольфганга Питерсона. Фантастика, но в свое время... Это вот невероятный фильм, вот когда человек и как бы пришелец, с которыми земляне воюют, оказываются просто два сбитых, условно говоря, летчика, которые понимают, что, в принципе, им делить нечего, они наоборот сходятся и начинают помогать друг другу. Помните, была повесть Лавренев или нет? 41. 41. Я тоже сразу вспомнил, да. Да, где оказывается на каком-то маленьком островке белогвардейский офицер и красноармейская девушка из рабочих, по-моему, или из крестьян, и без них разгорается роман бурный, и все хорошо, пока не приплывает некая помощь, сказал, что тоже белогвардейцы, она немедленно убивает его, а потом рыдает над трупом. Вот. Так вот, разделение своих чужих, наверное, вообще, прежде чем сказать, в чужие, во-первых, действительно чужие, но они нам никто, они голоса или тексты в социальных сетях, или голоса рядом на улице, то есть ни к нам особого отношения не имеют. Но с ним тоже иногда можно ходить в общий язык. Человек, который с нами ничто вообще не связывает, наверное, во многом он чужой. Поэтому, скорее, наши эмоции, наше внимание принадлежит тем, кто рядом с нами. И вот здесь начинается самое, мне кажется, сложное за точку зрения, не совпадающую с твоей. Человека нельзя немедленно вычеркивать, как мне кажется. Ну, наверное, если человек высказывает вещи совершенно людоедские о призывах к массовому убийству или просто к убийствам и к тому подобным вещам, ну, наверное, с такими людьми очень трудно ходить общий язык. Надо быть для этого святым, чтобы среди них проповедовать о святых. я в жизни встречал очень мало. Вот то, с чего я начал сегодня. Первое, что мы можем сделать, это начать вслушиваться в того, с кем мы имеем дело и не занимать сразу категорическую позицию. Вот, как мы помним, по истории категорическая позиция обычно ни к чему хорошему не приводит. Помните знаменитую фразу «Карфаген должен быть разрушен». Римский сенатор, который каждое поступление в сенате, неважно, о водопроводе, еще чего, заканчивал фразой, а кроме того, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен. В итоге Карфаген разрушили. Почему? Разрушили окончательно, разрушили город, вспахали это место, посыпали солью, то есть вовсе стерли с лица очень древнюю и богатую цивилизацию. А которой даже осталось невероятно мало только в записях самих римских, но тут как зеркальное отражение, что писали о противнике римляне. Сейчас восстановить действительно очень сложно следы этой цивилизации. Вот мне кажется это хорошая метафора, что призыв что-то стереть с лица земли, но заметьте, даже фашистскую Германию при всех переживаниях, при всех жертвах страшных никто не стирал с лица земли. В общем-то как только она была побеждена, американцы все начали вкладывать деньги в ее восстановление. Вот мне кажется позиция, когда мы кого-то отрицаем и отвергаем полностью, она всегда стоит задуматься почему так. Когда я вижу в тех же соцсетях и слышу какие-то злобные комментарии, я всегда задумываю, что же это за человек, отчего от него веет такой злостью или отчаянием, отчего он проклинает и кроет матом всех инакомыслящих в целом или кого-то в отдельности. Для меня в связи с этим человеком откликается какая-то внутренняя боль. Это внутренняя боль, которая наконец нашла себе ту точку, тот канал, куда можно выплеснуться. Я задумываюсь, что с человеком, почему он так себя ведет и возможно ли с ним в принципе о чем-то разговаривать и договариваться. Мне кажется, что совершенно точно наши войны и скандалы друг с другом не решат ничего в войне России с Украиной. Они не восстановят справедливость, но они точно дают нам возможность во-первых услышать конкретного человека, возможно с ним вступить в диалог и начать обмениваться взглядами, возможно мы его в чем-то переубедим, возможно он нас в чем-то переубедит. Но это уже диалог. Мне кажется, что этот подход очень важен да, во-первых, в нынешней ситуации войны, но как говорил товарищ Сталин, Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается. Так вот войны уходят, правители уходят, а нам, живя в мирное время, в военное время, просто катастрофически необходим этот навык слышания и договаривания, поиска компромиссов. Есть такой процесс называется медиация, где есть специальные профессионалы, которые помогают разрешать конфликт, становятся посредниками. Они участвуют где угодно, они участвуют между разводящимися мужьями и женами, они участвуют в бизнес-конфликтах, даже в политических конфликтах. И, наверное, это очень хорошая профессия, но всех медиаторов не напасешься. Поэтому я думаю, что то, что нам действительно необходимо, это особенно в это тяжелое время учиться слышать, договариваться, услышать вот это Тютчев, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Или Тютчев, или Фед, не помню, кто это. Помню Тютчев, ну ладно. Так вот, нам может не дано предугадать, но пока мы можем задумываться о том, как слово наше отзовется, в том, кому оно обращено, оно высказано конкретному человеку, или оно высказано в соцсетях, наше слово как-то отзовется. Есть люди, которые к нам прислушиваются, есть люди, у которых мы вызовем гнев или сочувствие, сопереживание. Поэтому во всех социальных диалогах стоит задумываться, как отзовется мое слово. А слово оно уже такое еще и бумеранг, оно обязательно хоть как-то вернется к тебе самому и отзовется в тебе в том числе. То есть в итоге тебе сжить с эхом собственных слов. Оно в тебе отзывается, может отзываться еще многократно, и возможно ты будешь вспоминать, когда что-то сказал, возможно ты будешь сожалеть. Многие люди знают, что это такое, когда человек просыпается вдруг рано утром, еще темно, а заснуть не может, в голову вдруг сейчас лезть мысль о том, что он когда-то сказал, что он сделал не так, что можно было бы сделать иначе, не обидеть кого-то. Вот редко кто просыпается и думает, надо было мне дать в морду ему тогда. обычно мысли какие-то более такие грустные. И вот мне кажется, чтобы эхо этих слов нас многократно не отзывалось какой-то болью, тем более о них стоит думать и о тех, кому они адресованы, и о нас самих. Потому что война на Украине почему-то отзывается ненавистью во всем мире. Наверное, не почему-то это я зря сказал. Понятно, почему он отзывается. Понятно, почему. И все должны считать своим долгом отреагировать. Сегодня меня удивила, мягко говоря, новость, что в Лондонской национальной галерее картина картина Дега русские танцовщицы переименована в украинские танцовщицы. Не то, чтобы не было большое дело до того, как называются танцовщицы на картине Дега. Но, мне кажется, это вот стремление быть в повестке дня политически корректным со временем и так далее, вот в этом есть что-то очень... Ну, а как в свое время французский картофель переименовали там тоже в картофель Freedom. Да, French Fry Freedom Price, да, я помню. Это когда французы отказались поддержать войну в Ираке. Ну, это я просто к тому, что это не только к России адресовано, это, в принципе, прилетало и в других ситуациях. Вот. Людей часто призывают мыслить государственными масштабами. Мне кажется, нам надо мыслить человеческими масштабами, потому что мы не государство. Мы такие архипелаги из тысяч и тысяч островов. Между этими островами все налаживаются какие-то отношения и связи. Поэтому мыслить государственными масштабами, оставим это политикам, они с этим справляются не всегда хорошо. А вот происходит между нами, что, кстати, мне кажется, очень важным, что происходит в таких конфликтах. Все время кому-то должно быть навязано чувство вины. Кто-то должен быть ответственным. Вот на сегодняшний день, я так понимаю, из повестки дня и риторики журналистов разных, и латышских, и русскоязычных, либо люди, которые хотят отправиться с цветами 9 мая к памятнику Победы, должны этого как-то стыдиться, потому что неким мистическим образом в чьих-то глазах это является поддержкой российской агрессии против Украины. Кто-то говорит, трудно вам, что ли, как все Европе 8 мая это делать, кто-то говорит еще что-то. Вот мне кажется, это тоже, когда мы предпочитаем высказаться, а не слушать, не вслушиваться. Есть такая вещь, очень интересная, есть такая вещь, как социологические опросы, которые проводятся довольно-таки часто, по самым разным поводам. Есть в соцсетях опросы и так далее. Почему не опросить людей, которые ходят 9 мая к памятнику Победы, почему и зачем они это делают? Опять, почему не услышать, не услышать граждан собственного государства, людей, которые живут рядом. Можно, конечно, сейчас злорадно им сказать, кончилось ваше время, теперь все будет по-другому. В этот момент будут посеяны семена обиды, злости и так далее, которые прорастут в следующих поколениях, которые опять удивительный навык и традиция неслышания, удивительный навык усугубления конфликта, когда его делают хроническим. Загонять куда-то, под ковер заметать. И опять, каждый имеет право на свою точку зрения. Я знаю людей, которые говорят, да, на сегодняшний день это русскоязычные люди, на сегодняшний день из-за политики России я не считаю возможным праздновать 9 мая, потому что у меня когда-то еще люди говорили этот странный термин победобесие. Вот говорили мне в России победобесие. Я не в России. Я живу здесь, у меня есть традиция. 9 мая я от своей работы пешком дохожу до памятника освободителям, кладу цветы и ухожу себе. У меня нет победобесия, у меня есть традиция таким образом почтить память моих родственников, кто погиб с войны, кто вернулся раненым с войны. Я думаю, что это очень плохая идея сеять у нас эти семена вражды, потому что как ни крути, они все-таки происходят более-менее по этническому признаку. У меня все-таки это какой-то конфликт между носителем латышского и русского, хотя с той и другой стороны есть люди мыслящие не так, как большая часть. Поэтому все, что мы можем сделать, я, наверное, уже занудно звучу, все, что мы можем сделать, это снижать градус, снижать количество ненависти между нами и нашими родственниками, знакомыми, соседями, собеседниками в соцсетях и так далее, и так далее. Вот. А как может этот градус снизить? В лучшем случае можем, как я уже сказал, начать вслушиваться и вступать в диалог. Если мы видим, что диалог идет не в ту сторону, если наш собеседник ни на миллиметр не готов подвинуться от своих принципиальных взглядов, потому что он пышет какой-то злобой, хочет задеть, оскорбить, лучше уйти из этого диалога. Потому что опять же те же соцсети, хвост комментариев, где люди, которые, может, на той Украине и не были никогда, продолжают друг друга осыпать оскорблениями, иронизировать, по их мнению, тонко и смешно в адрес своего противника, приводить какие-то ссылки из разных источников. И это все какая-то бессмысленная информационно-эмоциональная мясорубка, в которой люди страдают, никто никого не убеждает, и вот это количество раздражения, агрессии и тревоги накапливается. И давайте будем откровенны, нас всех впереди ждут и так тяжелые времена. Насколько я прочел всяческие прогнозы наших официальных лиц, не исключают, что за ближайший год продукты подорожают в два раза, горючее дорожает, все остальное, наши дома. Мы оказываемся уже довольно-таки долгое время в экономически неприятной ситуации. Экономически неприятная ситуация порождает уже в людях неудовлетворенность, страх, тревогу за будущее, злость и только им еще укажи виноватых. Это хотел сказать поиск врага, да, как правило. То есть у нас, к сожалению, очень психологически неблагоприятная обстановка, и боюсь, она будет только усугубляться какое-то время. Жизнь будет тяжелее, это вовсе уже всем понятно, я не пророк, не каркаю, просто это очевидно, что большинству людей экономически будет жить значительно тяжелее, чем жилось. И так будет раздражение, злость поиск виноватых. И вот мне кажется, сейчас я бы и на месте нашего правительства, конечно, легко говорить, я никогда не был в политике правительства, и на месте каждого отдельного человека сделал максимум возможного, чтобы снизить вот этот градус злости и напряжения. И я говорю, это не идеалистическое утверждение. Я думаю, что во время войны мы должны искать максимум возможного для компромиссов. Даже не потому, что и даже не всегда нам обязательно нашему оппоненту доказать, что он неправ. Вот быть правым не самое главное, как известно, в некоторых ситуациях. Быть правым за счет того, что ты уничтожил и разрушил карфаген, так себе правота. Поэтому любой ценой все тот же механизм, повторюсь, вслушайтесь в своего собеседника, попытайтесь очень детально, глубоко его прочувствовать и понять. Вслушайтесь в то, как его слова отзываются в вас. Если первая реакция это гнев, злость, желание дать сдачи и так далее, и так далее, попробуйте успеть задать себе вопрос, прежде чем дать вырваться на свободу, почему так много гнева и что нам принесет этот взрыв. То есть рано или поздно война кончится мирными переговорами и мирным договором в той или иной форме. А мы все можем уже сейчас вести мирные переговоры друг с другом и заключать мирный договор. Нам это пригодится. Пришел тот вопрос, но он все-таки просто был не по теме, но и мне кажется, что эта тема даже, наверное, для какой-то следующей, одной из следующих наших бесед. Какие психические расстройства и заболевания появляются у здоровых людей на войне? То есть вот посттравматическое стрессовое расстройство. Наберите его в Google и посчитайте. Там очень много информации. Сначала это было описано именно у людей, вернувшихся с войны. Потом оказалось, что это бывает у людей, которых выросли в семьях обстановка, которых напоминала военную, или были в травматичном, как-то, можно говорить, токсичном браке, в котором тоже люди выходят как раненые с войны. Вот это, я думаю, первое и главное, о чем можно говорить. Айлин Резник-Мартов, врач-психиатр-психотерапевт, программа «Диагноз недели», и теперь мы встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова